История братьев Блетсу началась в 1999 году. Уже тогда она шокировала маленький городок Уинчестер и долгое время не сходила с первых полос местных газет. Развязка же этой истории и вовсе попала на главные телеканалы страны. Но особую часть в этом деле занимает невероятно сложный выбор, такой, который сложно пожелать сделать даже самому злейшему врагу. История начинается в Канзасе с девушки по имени Камила Арфман. В 1999 году Камиле исполнилось 14 лет. Она как раз перешла в старшую школу и благодаря своему активному образу жизни попала в школьную команду по легкой атлетике. Помимо этого стоит сказать, что Камила никогда не пропускала посещение церкви по воскресеньям и даже состояла в детском церковном хоре. Осенью 1999 года Камила жила в доме своей старшей сестры Бетти, которая к этому моменту уже была замужем за человеком по имени Флойд Блетсу. Помимо Камилы, Бетти и Флойда в доме также жили маленький ребенок Бетти и Флойда, а также две двоюродные сестры Камилы. И в их доме уж точно никогда не было скучно. В пятницу 5 ноября был необычно теплый день для осени в Канзасе. Камила как обычно отправилась в школу. После школы она села в автобус и водитель высадил ее возле дома примерно в 16.20. Двоюродная сестра Камилы, Хайди, иногда возвращалась домой после нее. Так произошло и в этот раз. Когда Хайди зашла в дом, она обнаружила книги и школьный свитер Камилы, но самой Камилы не было дома. Хайди подумала, что Камила отправилась повидаться с матерью, жившей неподалеку. И лишь на следующее утро, осознав, что Камилу никто не видел уже довольно продолжительное время, семья девушки обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже. Так как Камила была несовершеннолетней, то полиция приступила к ее поискам немедленно. Суббота прошла практически безрезультатно. Никто не видел Камилу с тех пор, как она вышла из школьного автобуса. Эта девочка словно растворилась в воздухе. Следующий день также не принес никаких результатов до той поры, пока в здание полиции не зашел человек под именем Томас Блэдсоу. Томас был родным братом мужа сестры Камилы Флойда. В то время Томасу было 25 лет. Он жил вместе с родителями недалеко от дома своего младшего брата Флойда. Вместе с Томасом в участок зашли также его родители и адвокат. Томас сказал полицейским, что хотел бы кое-что рассказать о пропаже Камилы. Его история началась с того, что он забрал Камилу после школы, а закончилась тем, что он застрелил ее и спрятал тело недалеко от дома своих родителей. В доказательство своей истории Томас принес с собой 9-мм пистолет, из которого он якобы застрелил Камилу. Его рассказ был очень невнятным, он иногда путался в показаниях, которые периодически противоречили друг другу. Но естественно, такое серьезное признание нельзя было игнорировать. И полицейские направились к месту, о котором говорил Томас в своем признании, где и было найдено тело 14-летней девочки Камилы Арфман. Экспертиза показала, что Камила получила один выстрел в затылок и три выстрела в грудь. Тело было слегка засыпано землей и накрыто фанерой. Перед смертью девочка была изнасилована, но убийца не был груб с ней, поскольку на теле не было обнаружено синяков или ссадин. Как только ее тело было найдено, Томасу тут же были предъявлены обвинения в убийстве первой степени. Тот пистолет, что Томас принес с собой, был идентифицирован как оружие, из которого была убита Камила. Плюс ко всему этому полиции стало известно, что на следующий день после пропажи Камилы Томас приобрел патроны для этого пистолета. В течение следующих двух месяцев полиция пыталась найти дополнительные улики против Томаса, поскольку за это время показания Томаса изменились на 180 градусов. Оказавшись за решеткой, он отказался от своих признательных показаний. Более того, он заявил, что на самом деле Камилу убил его брат Флойд. Благодаря адвокату Томасу удалось выйти на свободу. Ему даже не пришлось дожидаться суда. Все внимание полиции теперь было сконцентрировано на мужа сестры Камилы, Флойде. Полицейским действительно казалось очень подозрительным, что Флойд и его жена сразу не обратились в полицию после пропажи Камилы, а ждали следующего дня. Еще более подозрительным казался рассказ одной из подруг Камилы, с которой та делилась всеми секретами. И не так давно Камила рассказала подруге, что ей кажется, будто Флойд флиртует с ней, когда ее сестры нет дома. В итоге Флойду предложили пройти тест на полиграфии. И к удивлению многих он согласился. В ходе теста Флойд всячески отрицал, что ему известна какая-либо информация об убийстве Камилы. Но человек, проводивший тест, пришел к выводу, что он ржет. Для всех стало загадкой, на что он рассчитывал, соглашаясь на тест, зная, что не пройдет его. В итоге Флойд был арестован и обвинен в изнасиловании и убийстве Камилы Арфман, младшей сестры своей жены. В мае 2000 года начались слушания по делу Флойда Блетсоу. В ходе слушаний медицинский эксперт утверждал, что Камила была изнасилована и убита в неизвестном месте, а затем ее тело было перемещено убийцей в то место, где его нашли. При этом, судя по следам на ногах Камилы, тело долгое время волокли по земле, держа за лодыжку. Однако адвокат Флойда предоставил доказательства того, что Флойд был на работе в то время, когда, как считало следствие, была похищена и убита Камила. Флойд работал на ферме, в этот день он должен был доить коров. И такая работа, по словам адвоката, занимала, как правило, не менее пяти часов. Согласно версии защиты, у Флойда было недостаточно времени в этот день, чтобы выполнить свою работу, похитить, изнасиловать и убить Камилу. В суде работодатель Флойда выступил против него, не согласившись с теми временными рамками, которые назвали Флойд и его адвокат. Работодатель Флойда утверждал, что эта работа требует меньше времени и может быть выполнена за четыре часа, что уже могло немного поменять картину происходившего в тот день. Но несмотря на все это, главным козырем в рукаве обвинения был родной брат Флойда, Томас. Согласно его показаниям, Флойд признался ему, что застрелил Камилу в результате несчастного случая. Томаса спросили, почему он изначально взял вину на себя, на что тот ответил, что Флойд знает некоторые секреты о нем, которые Томасу не хотелось бы разглашать. И Флойд шантажировал его тем, что раскроет их, если Томас не возьмет вину за убийство Камилы на себя. Кроме того, как религиозный человек, он пожалел сына Флойда и не хотел, чтобы тот рос без отца. Было очень странно наблюдать за тем, как братья обвиняли друг друга в убийстве Камилы Арфман. Ведь несмотря на то, что в ходе слушаний на скамье подсудимых находился Флойд, его адвокат всячески старался выставить виновным Томаса, поскольку именно он показал, где находится тело и принес орудие убийства в участок. Ключевым в этом споре стали показания родителей братьев Блетсоу, которые утверждали, что абсолютно невозможно, чтобы Томас навредил кому-то. Более того, так как Томас жил с родителями, они обеспечили ему алиби, заявив, что когда была убита Камила, Томас находился дома и спал в своей комнате. Слушания по этому делу продолжались 4 дня. Прокурор так и не предоставил никаких физических улик виновности Флойда Блетсоу в убийстве Камилы Арфман. Но несмотря на все это, присяжинам все-таки хватило свидетельских показаний для того, чтобы признать Флойда Блетсоу виновным и приговорить его к пожизненному заключению с возможным правом на досрочное освобождение через 25 лет. После оглашения приговора, мать Камилы сказала, что он легко отделался, что он должен провести столько времени в тюрьме, сколько ее дочь проведет в могиле, и что на самом деле он заслуживает смертной казни. Также особого внимания заслуживает Бетти Блетсоу, жена Флойда. Она потеряла сразу двух человек. Кроме родной сестры, она потеряла мужа, который должен был быть для нее надеждой и опорой. Вместе они должны были растить своего маленького сына. Но теперь в ее памяти Флойд навсегда останется монстром, изнасиловавшим и убившим ее младшую сестру Камилу. Естественно, семья и знакомые больше не хотели иметь никаких связей с Флойдом Блетсоу. Его родители не могли больше жить в том окружении, что и раньше. Ведь теперь все вокруг знали, что они воспитали убийцу и насильника. И не выдержав такого позора, они покинули Канзас. Что касается Томаса, то он продолжил жить и работать в том же городе, что и раньше. Но как и его родители, он больше не виделся с Флойдом. Жена Флойда развелась с ним и также переехала жить в другой город вместе с их общим сыном. Для всех них жизнь шла своим чередом вплоть до 2015 года. Года, в котором произошло нечто шокирующее. В ноябре 2015 года 41-летний Томас Блетсоу был найден мертвым в своей машине на парковке возле торгового центра. На этот момент прошло 16 лет с убийства Камилы Арфман и 15 лет с того момента, как его брат Флойд находился в тюрьме. Это было самоубийство. Томас убил себя выстрелом в голову, но перед своей смертью он оставил предсмертную записку, которая потрясла всех. В прощальной записке Томаса было написано «Я отправил в тюрьму невиновного человека. Полиция и окружной прокурор заставили меня сделать это. Прокурор сказал мне держать язык за зубами. Теперь я решил сделать все правильно. Я убил Камилу Арфман 5 ноября 1999 года. У нас был секс с ней, и я убил ее. 5 ноября 1999 года я остановился возле дома своего брата, примерно в 16.30. Камила была там в это время. Мы немного поболтали и затем поехали в дом моих родителей. Там она мне помогла с делами. Простите, я уже не помню точно, что именно мы делали. Затем наше общение перешло в секс. Она сказала, что она уже не девственница, потому что уже занималась сексом с каким-то парнем, которого я не знал. Я не хотел этого, но это произошло так быстро. Я не помню всех деталей. Мы занялись сексом на кровати моих родителей. После того, как это случилось, я просил ее никому не рассказывать об этом. Я жутко испугался. Ведь ей было всего лишь 14 лет. Я просто очень испугался, что кто-то узнает об этом. В своем прощальном письме Томас все-таки признался, что не его брат Флойд, а именно он виновен в смерти Камилы. Он написал, что на него надавил прокурор, что отчасти может быть правдой, поскольку этот же прокурор был уволен в 2011 году за получение взятки в одном из дел. Однако думать, что через 16 лет Томаса все-таки замучила совесть, будет с заблуждением. Возможно, отчасти он раскаялся. Но к этому времени адвокаты Флойда все-таки получили возможность сделать ДНК-тест семенной жидкости, найденной на теле Камилы. А также ДНК-тест следов до этого неизвестного мужчины, найденных на носке Камилы. Тесты показали, что семенная жидкость принадлежит Томасу Блетсу, а ДНК на носке принадлежит его отцу. И тут стоит вспомнить слова медэксперта, выступавшего в суде, который говорил о том, что тело волокли, держа за лодыжку. Это могло говорить о том, что отец Томаса помог ему спрятать тело. Но в своей записке Томас пояснил, что ДНК его отца на вещах Камилы оказалось потому, что они занимались сексом на кровати его родителей. Так это на самом деле? Или Томас просто хотел скрыть причастность отца к этому делу? Осталось загадкой. В итоге, к тому моменту, когда Томас совершил самоубийство, он уже знал о вновь найденных уликах, которые говорили о его вине в убийстве Камилы Арфман. Меньше чем через месяц, после того, как было найдено прощальное письмо Томаса, Флойд, которому на тот момент было 39 лет, получил право на пересмотр дела. Предсмертная записка Томаса, а также результаты ДНК-теста не оставили никаких сомнений, что Флойд не был причастен к убийству Камилы. И теперь, спустя 15 лет, он наконец вышел на свободу. Большую часть времени, проведенного в тюрьме, он работал волонтером в тюремном госпитале, а также неожиданно для себя открыл в себе талант художника. Но самое главное, находясь в тюрьме, Флойд познакомился с женщиной-волонтером, которая помогла ему добиться освобождения. После выхода на свободу, они поженились, и у них родилась дочь, которую назвали Элис Джин, в честь двух адвокатов, которые не бросили Флойда и довели его дело до конца – Элис Уайт и Джин Филлипс. Пока Флойд был в тюрьме, родители практически не связывались с ним. После выхода на свободу, Флойд видел их лишь один раз. Он пришел навестить мать, когда она заболела и лежала в больнице. Реакцию своего отца на их встречу Флойд описал как сдержанную. 16 лет назад они могли спасти Флойда от тюрьмы, если бы сказали правду о том, что Томаса на самом деле не было дома в момент убийства Камилы. Но тогда они сделали свой выбор. Самый сложный выбор в своей жизни между двумя своими сыновьями. Сам Флойд говорит, что уже не держит зла на них, поскольку еще в тюрьме он простил всех, кто предал его 16 лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова